слышащие ухо и конечно же возможно что-то подобное звучало уже наших проповедях в историях но в то же время был пособенно проговорил мне на эту тему слышащие ухо и апостол иаков пишет своем послании в первой главе с 19 по 25 стихи такие слова и так братья мои возлюбленные всякий человек скажи сама всякий то есть и я в том числе всякий человек да будет скажи да будет скоро слышание скрыт скоро слышали медленно слова медленно гнев ибо гнев человека не творит правды божьей немножко здесь остановимся буквально первый стишок и так апостол иаков пишет о том что всякий человек да будет то есть он побуждает потому чтобы люди научились быстрее слышать не смысле ухом как физическим органам слышать сердцем слышать принимать как учиться потому что много учеников учится в школе но знаете немногие сдают экзамены на отлично потому что одни слушают но не слышат думают о чем попало только не о том что им говорят а чтобы услышать нужно внимательно слушать учителя внимательно служит проповедующих внимательно служит говорящего аминь и он говорит да будет скоро на слышание значит нужно научиться быстро реагировать на то что звучит еще одна интересная мысль что мы порой задаем богу много вопросов и значит в на реках каждый день у нас есть списочек из десятка полтора вопросов богу и мы снова и снова напоминаем ему может быть мы не говорим это в молитвах но мысленно мы забрасываем господи когда же закончится это господи а что это господи а почему это боже а когда и так далее то есть мы с богом все равно продолжаем диалог на уровне я хочу нуждаюсь помощи мне нужна твоя помощь и мы задаем богу оба аллилуйя дайте мне другой микрофон что это неправильный микрофон мы задаем богу массу вопросов но знаете в чем проблема мы не ждем ответов вы скажете как то да так это мы ждем не ответа мы ждем решение проблемы а не ответа вот в этом разница то есть мы бога как будто даем задание мы бога будто бы посылаем эти вопросы чтобы он как бы у сам все эти вопросы разрешил а мы лишь будем наблюдать со стороны отдыхать пить чашечку кофе с молоком и ожидать что все изменится по магическому стечению обстоятельств но знаете что я читаю библии так бог не молчащий бог у него в устах ответ то есть ответ где микрофон ответ посылает господь но ждет чтобы мы его приняли спасибо бог ждет чтобы вы приняли этот ответ поняли да а что значит принять ответ когда он говорит нам нужно его принять услышать принять и поступить соответствие с этим словом потому что как правило божье слово нас чему-то мотивирует что-то пытается исправить внутри нас на что-то обратить внимание то есть божье слово так устроено что она обращается к нам в первую очередь когда люди читают библию вид о это на прочитать моему мужу и моей жене или моему брату или моему другу или вот этой сестре значит не читайте никогда библию для кого-то читайте библию про себя смысле о себе для себя потому что вопрос звучит господь помоги мне хорошо открывай библию я тебе покажу где ответ лежит я тебе покажу где написано то что тебе нужно сделать то на что тебе нужно обратить внимание то на что нужно чем уже справиться в твоей жизни пусть бог говорит с нами первую очередь через свое слово это самое понятно что сегодня можно найти на земле библия написано на всех языках мира почти на всех осталось лишь пару тысяч языков которые еще не достигнуты евангелем но уже идет перевод библии но все эти языки люди работают усиленно тратят на это деньги огромные деньги что перевести новый завет и всю библию на все языки мира для чего чтобы люди даже в самых отдаленных племенах на своем родном языке могли прочитать то о чем думает бог что он приготовил для них чтобы понять бога нужно знать его мысли нужно понимать как он думает нужно видеть его планы вот цели его стремление по что он верит на самом деле и когда мы читаем писание то мы понимаем что речь идет не о нас смысле это бог сказал от своего имени но к нам обращает свое слово аминь кстати когда мы только приходим ко христу мы самые 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 святые люди на земле мы очень сильно стараемся меняться мы действительно прилагаем все усилия в течение первого христианского года настолько мы активны в поиске бога еще не библии в исполнении слова божьего мы стараемся всеми силами справиться с характером своим с эмоциями с чувствами там со вредными привычками работа над этим значит смотришь от просто цветет за первый год христианств сияют просто ходит все ему спрашивают что стало произошло ты когда попал почему ты другой почему ты радостный почему твоя жизнь все хорошо и мы все сияем такие знаете почему потому что мы на самом деле не несет на себе груза плохих эмоций плохих чувств желаний привычек потому что мы все это сбросили вы знаете что эти первые шаги в христианстве они больше построены на уровне ума эмоций желаний угодить богу потом приходит момент когда мы замечаем что не все христиане такие святые вас было такое когда мы замечали вообще в вечности что есть христиане святые мы начали замечаю что есть христиане не святые своем поведении своих словах эмоциях иногда даже служители не всегда святые и у нас возникал вопрос а чё ему можно а мне нельзя почему он может себя так вести а мне нет а я не могу знать вопрос не в том что мы должны равняться на людей мы должны равняться на иисус которого характер действительно святой он никогда не станет грешником он он стал однажды грехом за нас перед тем как пойти на крест потому что оригинал говорит именно так он стал грехом за нас чтобы он мог умереть на кресте иначе он не умер поэтому зирая на христа мы можем преображаться его образ можем становиться подобными ему и отображать его чтобы действительно видящие нас видели иисуса они нашу религию потому что знаете как иногда смотришь на людей идут специальных одеждах и понимаешь религия они во что-то особенно одеты они по-особенному ходят они по-особенному говорят у них особенные какие-то книжки в руках то есть мы видим людей а и оцениваем о том во что они верят по их внешности но бог желает видеть нас отображение его сына внутри нас апостол павел пишет что нам всем должно прийти в единство веры нам нужно всем прийти совершенный возраст христа аминь я вам скажу это связано с тем как мы быстро слышим как мы быстро реагируем на то что мы слышим как мы быстро исполняем то что мы слышим потому что мы сейчас читаем дальше не слушать или оправдываться перед богом а исполнители поэтому отложив всякую нечистоту и остаток злобы кротости примите насаждаемое слово могущие спасти ваши души давай нам свое слово как обетование как заповеди бог не давал нам что-то чтобы нас поработить но чтобы сделать нас по-настоящему свободными иисус сказал о дай мне господи еще время говорит сегодня познайте истину и истина сделать вас свободными пусть нам нужна правда божья не наша правда мы порой правду больше построен пытается построить под свою правду под свой взгляд ну бог же добрый ко мне бог прощающий милостивый все это правильно вопрос зачем ты пытаешься бога опустить на свой уровень давай себя подтягивая на его уровень нам нужно меняться в соответствии с тем что от нас ожидает а не пытаться бога умилостивить из как господь ты же знаешь что я еще не способен ты же знаю что я еще слаб нормально с этим мы в свое время все были младенцами все были юношами отроками во христе потом стороны должны стать от сами по сути дела но чтобы быть отцом нужно быть зрелым во христе аминь знаете павел писал что судя по времени в бабам вы уже должны стать учителями но вы не способны слушать это послание к евреям 2 глава вы не способны слушать оказывается что приходит иногда момент когда мы перестаем быть способными слушать мы слушаем проповедь слушаем проповедника читаем библию а наши мысли совершенно в другой плоскости значит когда я задаю бога вопрос какой-либо вопрос и жду ответ я настраиваю свой слух на то чтобы не упустить момент услышать ответ ведь мы набросали богу вопросы и побежали мы же такие занятые господи проблема вот такая а времени тратим на слышне вот столичка буквально две минутки и побежали а бог не будет за вами гоняться вы знаете в чем суть в чем правда бог отвечает а мы не слышим вот чем правда бог нам говорит одному пророку даже пришлось ослицу послушать умную один пророк решил что он может с богом договориться но знаете мы предложили хорошие деньги за то чтобы он проклял народа израиля хорошие деньги большие деньги я говорю о больших денег михаил об очень больших ему пришли говорят царь говорит прокляни мне народ израиля потому что он сильный я не могу его одолеть пока он благословен прокляни мне народ божий чтобы я мог одолеть его и вот тебе золото вот тебе серебро вот тебе просто обеспечение на всю твою жизнь теперь твоим потомством и ты ни в чем не будешь нуждаться у тебя будет депутатская депутатский иммунитет неприкосновенность пожизненная пенсия миллион долларов год и он идет бога господь что идти он знаю что народ божий благоставлен он идет на компромисс ну что господи идти ну иди и он пошел едет на ослицы ослица друг упирается не хочет идти вот осталось вот рукой подать до миллиона долларов она не идет остается с лицарит чтоб ты еще нормально сейчас меня лишаешь вообще будущего мои дети будут с протянутой рукой стоят на паперти а с лица вообще нормально начало пить пинатью палкой бить туда с лица уже не выдержал на саду ты чё бьешь меня в шоке по чистом арамейском языке посмотри передо мной стоит ангел с мечом если бы я не остановился бы снёс тебе голову о господи прости меня и он даже забыл что с лица не умеет разговаривать значит порой бог через слово разговаривает разумеющий да разумеет мы хотим слышать бога но как то так через призму нашего восприятия чтобы нам было удобно но знаете когда бог говорит это очень объективный взгляд и субъективный он не будет нам с нами заигрывать если он видит в нас проблему он нам скажет прямо тебе нужно в этом покаяться и он не будет лукавить он узнает да и конечно понимаю тебя да ты любишь там все такое меня и мне там служишь все такое поэтому я тебе сделать скидочку такой дискаунт у нас родственские скидки вращаю тебе все дать и бог хочет нас спасти я знаю что его слово придет нас в небо почти его colony его слов он знаю что слышание его слова исполнения вас 누가 придет нас небо а слышание и неисполнение придет нас погибель может привести погибель мы сами себе вряд и мне потому что у нас нет ресурсов нет возможности нет способности с бога возможно все но прощем что мы не всегда готовы услышать то что нам надо мы хотим слышать то что нам нравится вот чем проблема она нужно слышать то что нам надо это помню не делали первое замечание по поводу моих проповеди как я там себя некорректно вел говорил неправильные слова это цепляло это все губы на дувал догадом от вяжу выжим образованием все знаю америка ну слушай но если мы тебе не скажете никто не скажет все будут только смеяться и и тыкать пальцами и знаете я понимал что не всегда то что мы слышим нам нравится но это нам полезно и это нужно принять и в этом направлении работать над своим характером яков пишет медленно слова медленно гнев человек должен быть потому что гнев человека не творит правды божьей вы слышите как бы мы там не пытались оправдаться своим служением своим посвящением гнев человека не творит правды божьей это лишает нас покрова это лишает нас благословений сколько раз мы сожалели они правильно сказанных словах об эмоции которые вылетели с нашего сердца из уст только раз мы в тайной комнате просили прощения у бога за это а у людей не просили проще гордость не позволял сколько раз мы чувствуешь что мы неправы по одной причине всего лишь не позволь гнева быть всего лишь не позволим эмоциям разгореться в твоем разуме это трудно это не скажу что легко но яков пишет всякий человек да будет медленно слова я не знаю что происходит с микрофоном сегодня он пропадает периодически поэтому вот видите что такое опять неправильный микрофон благословляем по имени иисус работой яков говорит дальше что человек который будьте же исполнители слова они слышат или только обманывающие сами себя ибо кто слушает слова и не исполняет тот подобен человеку рассматривающую природные черты лица своего в зеркале он посмотрел на себя отошел и тотчас забыл какого он но кто в них нет закон совершенный закон свободы и прибудет в нем тот будучи не слушателем забывчивым но исполнителем блажен счастлив будет своем действовании человек будет счастлив своих делах если он будет незабывчивым слушателем а исполнителем слова большего больше слова заточена под наш успех больше слова направлено чтобы нам помочь затем многие люди или просто игнорируют инструкции а потом думать почему все сломалось почему не так построили я недавно участвовал эксперименте в одном интересном эксперименте нам дали лего вот кучку высыпали и не сказали что из этого нужно строить не показал ни картинку не инструкцию и построите что-нибудь из этого и мы сидим от команды вас было пять человек это были пасторы служители мы слепили то что нам казалось правильно из быстрее всех сделали все запчасти использовали быстрее всех сделать а с нами еще еще три команды работала второй команде организатор этого мероприятия точно такой же дал пазл вот этот вот пазл лего и показал им картинку но не показал инструкции они тоже делали пытаясь слепить на основании того что они увидели какой-то подобие у них куча деталей по оставалось они не знали куда и применить третьим а нас три стола было правильно третьим он дал уже и картинку и инструкцию они делали дольше всех но сделали правильную конструкцию знаете почему можно было сказать а мне не надо инструкции а мне не надо эта картинка вот я сам буду строить свою жизнь я же верю в бога а там господь как-нибудь на ходу скорректирует да друзья во всех процессах жизни есть свой процесс своя очередность своя последовательность аминь и если мы хотим своего чего-то построить да пожалуйста стройте но потом не обижайте что ваша жизнь и так и написано в библии благословение при входе при выходе а меня чё на воду палка упала не знаю мы хотим благословений мы хотим результатов как в библии а инструкцию соблюдать не хотим затем на все случаи жизни у бога есть ответ еще до уверования меня встретили одни верующие люди с библии в руках но знаете я же считал себя верующим с детства поэтому мне как бы не удивляло то что есть люди с библиями мне даже не нравилось я начал задавать этим людям вопросы каверзны как мне казалось вот сейчас такой вопрос задам вопрос задам что они точно не ответят мне на какой вопрос какой вопрос не задам человек листает библию открывает написано я думаю что что за книга такая а насчет от этого написано я думаю это шоу подсмотрели за мной подслушали меня где-то все затем меня вообще подкупило то что в библии с ответа на все вопросы вот универсальная книга универсальное слово абсолютно на все вопросы есть ответы вопрос чем ответ это есть но там есть определенное правило сначала учить в розетку нужно потом нажать на вот эту кнопку потом покрутить вот этот рычажок потом выключить из розетки все написано но есть своя последовать есть свой процесс своя очередность нам хочется сразу результат переступить через все правила через все процессы мы его здесь стоим хотим наполеона но не хотим соблюдать инструкцию если там инструкция написано тесто положить в морозилку то положи его в морозилку а не задавая вопросы зачем это надо а мне кажется что и без этого можно там можно икаться уже не буду наполеон понимать мы хотим наполеона но не хотим инструкции а не надо мне ваша инструкция и так все знают а бог со мной с тобой на только кто же против аллилуйя хочу туда жалусь на жизнь что твоей жизни все так плохо постоянные проблемы нерешаемый вопрос постоянно слезы постоянно ропа постоянно уныние нет огня все куда-то делась куда делась разве бог строна сошел бог не сошел строна мы сошли из его тропы в общем проблема а почему сошли перестали читать его слова точнее даже не считать а слышать его слова и там же все написано если иисус дьяволом так разговаривал написано то и мы можем говорить сами собой написано давайте не будем изобретать велосипед а возьмем его и будем на нем ездить уже кто-то его изобрел но нам не хочется тратить время разбираться знаете я встречал людей которые просто настолько серьезно углубляется в писание копают изучают там все языки там смотрят все для чего все это надо думаешь то ладно то что то зачем это все надо да потому что знаете не потому чтобы потом по умничать вышел а я знаю что значит слова метаноя ух какой ты умный такое страшное слово знаешь не для этого читается писание я задаю богу вопрос господь как не стать успешным человеком и бог говорит изучаемое слово я читаю слово не все понимаю дух святой начинает нестолковый потом он ведет меня в греческий оригинал я читаю а там глубина а там слова имеет такое значение которое для места с откровением я хватаюсь за это откровение господа будет это моей жизни я понял чем не хватало библия учит на что люди народ мой гибнет от недостатка ведения а недостаток ведения очень достарок знали вы знаете что знание недостаточно потому что информированных людей очень много а трансформированных много информированных сегодня все христианство информировано библию знаю чуть ли не наизусть особенно когда человек уже 10 лет во христе у него же такая борода христианская и бакенбарду такие а жизнь не ладится а павел пишет вы еще плотские вы еще завидуете вы еще грешите против друг друга ненавидите обижаетесь обижаете он пишет а какие-то плотские проявления и говорит по времени вы должны быть уже учителями но вы еще плотские бы я не могу с вами разговаривать как как с духовным вы не способны слушать я говорю вы меня не слышите я говорю вы не делаете того что я говорю в этом проблема друзья мы в это слово трансформация которая относится трансформированных мало относится к такому удивительному процессу который никто из ученых не может даже объяснить процесс перехода от бабочки точнее от гусеницы к бабочке затем ученые до сих пор не понимают как вот это насекомое ползущие которые всю свою жизнь только и занимаясь тем что наезд у нее другой работы нет она яйца не носит она польза никому не приносит он только вред приносит и все злые на нее покупают специальное лекарство против нее купил отравил довольны благодарите красивое создание бабочка у меня те бабочки села и ты забыл уже что это было гусеница жрущая твои капусту полгода назад и отравила бабочки красиво давай поймаем засушим на стенку повесим но знаете что интересно как превращается гусеница бабочку она каким-то странным образом в какой-то момент своей жизни когда же нажралась извинить наконец-то она заворачивается паутину сначала специальную паутину которая потом превращается в твердый кокон полная тьма ученые решили посмотреть что же там происходит внутри они каким-то образом проникли то микро чипом микро камерой и смотрят и думают что все таки они же думали что из гусеницы друг час усики появится растворяется гусеница полностью или или образное состояние медуза а потом каким-то странным образом вот это желе начинает соединяться в разные органы никто не понимает как это происходит никто не может объяснить никто не может сделать ничего подобного это чудо и чудес его понимать и через какое-то время оттуда открывается крышечка и влазит красавица бабочка и никто уже не помнит об этой страшной гусенице уже все хотят поймать эту бабочку на ручку посадить себе друг другу на шейку посадить и так далее пощекотать наша жизнь должна быть вот такой вот эта трансформация должна нашей жизни произойти вот такой была тьма стал свет был грех стала праведность было проклятие стало благословение полная трансформация не так что значит вылезла бабочка недоделанная гусеница точнее вылезла гусеница недоделанная бабочка уже усики есть глаза есть там пол крыла есть остальное гусениц так вылезла о я не доделалась чуть-чуть надо залезть обратно такого не происходит полная трансформация но христиане часто похожи на вот такие недоделанные бабочки некоторые в жале это нормально там они вреда не приносят но недоделанная бабочка я скажу эта проблема летать толком не умеет яйца класс еще не умеет есть еще не умеет чем короче говоря я чему говорю друзьям писание учит меня таким образом давайте мы прочитаем это луки шесть сорок шесть что вы зовете меня господи господи и не делайте того что я говорю знаете чьи это слова кто знает что кто это сказал ну в евангелии от луки это говорит иисус что вы зовете меня господи господи и не делаете того что я говорю вам и еще иоанна 1514 вы друзья мои внимание дать им еще пару минут времени вы друзья мои если если исполняете то что я заповедую вам господи я хочу быть твоим другом но как бы знаете мне так сложно делать то что ты говоришь ты понимаешь господи такая жизнь у нас так все искушение так много нас такая с такой социум нас такая экономика нас такие политики на по-другому не получается стоп хочешь быть другом иисусу делать то что он говорит это все не надо оправдывать свои грехи не желание исполнять слово божье какими-то внешними обстоятельствами на самом деле вопрос лишь нашем решении господь помоги мне быть похожим на тебя помоги мне сдерживать свои слова свой гнев как писал апостол яков помоги мне научить меня научиться прощать сострадать миловать все наши христианство должно быть настолько ярким чтобы нас хотели вот так поймать как бабочку но не засушить а изучить как же так вообще возможно в этом мире ну как так можно век 21 век век компьютеризации век интернета столько всего знаете нам нужно научиться подчинять этот мир под свою вероисповедание подчинять для себя самого не мир должен диктовать нам как нам жить знать если бы мы читали истории что вот попали в рабство евреи и вдруг поклонились этому истукану которого создал на выхода нос знаете что было бы ничего мне было ничего бы не было а в них бы истории не написали мы с вами не читали бы в библии о том как они выжили как целое царство пришло к покаянию вместе с царем мы бы не читали эту историю если бы они сказали ну это закон ну мир так нас побуждает давайте как все эти вопрос в том что исполнение слова божьего это конкретное осознание мудрость которая подает нам бог чтобы нам быть успешными в нашей жизни последнее господь говорит мы из иисуса навина не моисею иисуса навина да не отходит эта книга закона от уст твоих но поучайся в ней день и ночь чтобы из для чего чтобы в точности исполнять все что в ней написано тогда ты будешь успешен путях твой и будешь поступать благоразумно не хватает мудрости не хватает с нами и не знаю как поступать я не знаю что делать я не знаю как реагировать стоп-стоп-стоп инструкция на столе открываем библию читаем исполняем результат тебя порадует мы никогда не будем разочароваными исполняя слово божье ой запишите эту фразу для меня мы никогда не будем разочарованы исполняя слово божье потому что исполнение слова божьего сделать нас лучше потому что исполнение слова божьего очистит нас исполнение слова божьего подкрепит нас Исполнение Слова Божьего исправит нас. Исполнение Слова Божьего сделает нас праведными. Исполнение Слова Божьего защитит нас от лукавого, от нечестивых людей. Исполнение Слова Божьего закроет рот всякому нечестию. Аминь. Знаете, как Петр пишет? Горе вам, если вас бьют за проступки. Но блажены вы, если вас гонят за имя Иисуса Христа. Блажены вы, если вас гонят за ваше христианство. За вашу честность, за ваше посвящение, за вашу искренность. Знаете, вот тогда мы блажены. Ой, не нравится мне это, Господи. Зачем пастор это сказал? Ой, не нравится мне, Господи, чтобы меня били за христианство. Ну, знаете, что, ну, так было. Петра распяли, извините. Он был готов к этому. Иакова обезглавили. Они были готовы к этому. Вы должны понимать, что христианство, это не всегда удобно. Аминь. Но, исходя из меркантильного интереса, из такого прагматического взгляда на свою жизнь, я могу сказать, исполнение Слова Божьего, это единственная инструкция моей жизни, которая безукоризненно и всегда в точности исполняется к моей пользе. Это то, что мне Бог дал как основание для моей победоносной жизни. И поэтому вопрос слушания, это вопрос слышания. Не просто слушать. А Васька слушает и шо? Не зевает. А Васька слушает и ест. У нас просто есть Василий, брат. Царь. Слово Василий означает царь. Так вот, последнее. Я уже говорил последнее, да? Ладно, тоже забудьте, я сейчас скажу последнее. В смысле, не забудьте, что я говорил последнее. Иоанн пишет в своем послании Иоанна. Апокалипсис. Много раз повторяется одна и та же фраза. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Имеющий ухо слышит. У вас есть ушко? Возьми кого-нибудь за ушко. Ой-ой-ой. Ну, хотя бы свое возьми. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух, Дух говорит церквам. Мы, как правило, привычно слушаем. Знаете, еще можно, последнее скажу, можно? Нужно. Мы очень часто даже не понимаем, что от нашей способности фокусироваться на что-то, на чем-то, на каком-то звуке, зависит наша реакция. У вас было такое время, когда кому-то мешает какой-то шум, а вам не мешает. Я еду в машине своей, слышу, что-то скрипит. Со мной сидит полная машина людей. Я говорю, ой, что-то скрипит. Где? Они не слышат. А я, как водитель, слышу, что-то рыпать. Я говорю, посмотрите, пожалуйста, там. Мне не нравится. То есть я знаю, что этого звука не должно быть. То есть у меня есть способность, как у водителя, фокусироваться на этих звуках. Я понимаю, что это правильно, потому что если я буду невнимателен к работе двигателя, ходовой, то однажды у меня колеса подпадают, и я не пойму, почему. Или двигатель свалится. Да не будет. Аминь. И поэтому вопрос в чем? На чем мы фокусируемся, то мы и услышим. Если мы говорим, Господь, говори со мной, учи меня, наставляй меня, и начинаем внимательно прислушиваться. Я говорю сейчас не об ушах, а о сердце. И настроенным быть на слышание, то знаете что? Мы услышим ответ. Через людей, через Библию, через ангелов, через сновидение, через ослицу, осла, через кого угодно. Я много раз получал откровения, взирая на природу Божью, на какие-то обстоятельства. И я получал ответ. Но самое главное, сказав вопрос, начинай слушать. Бог не торопится. Знаете, когда мы кому-то звоним, кто-то взял трубку, и мы такие, алло, алло, через пять секунд мы бросаем трубку. А человек просто зевал в этот момент. И не успел ответить, или жевал что-нибудь. А мы уже бросили трубку, потому что мы торопимся всегда. Бог же ждет, вот чтобы мы все оставили, всю суету, при всем том, что он понимает, что нам нужно срочно ответить в фейсбуке, он уже срочно залезть в инстаграм, он четко понаписать всем привет в это утро. Он понимает все это. Но знаете, что он хочет, чтобы все-таки мы нашли в своем очень плотном расписании жизни в соцсетях для него. Вообще, кто-то высказал такую мысль. В соцсети придумали, чтобы отвлечь людей от Бога. И на самом деле нужно много сил, чтобы заставить свой палец молчать. Когда ты включаешь свой телефон утром, и тебе просто тянется нажать на ту кнопку, на то приложение, где у тебя висит красное пятнышко оповещение. Там аж 15 откликов на твой пост. Надо нажать. И надо сила воли победить это искушение, чтобы все-таки почитать Библию. Попробуйте, у вас получится. После второго раза вам будет все легче и легче. Я честно скажу, помню, когда я с одним другом как-то где-то мы общались, смотрю, у него 200 с чем-то там реакции на его пост. Вот висит вот этот вот значок, 200 с чем, и ты думаешь, ну, что ты не смотришь? Да хляни, что там происходит? У меня же столько людей там, а у него подписчиков там 15 с лишним тысяч. И для него 200 с чем-то откликовать, это ничего. А другого пастора знаю, которому подарили телефон, смартфон, который не знает, каким пользоваться. Он такой, знаете, реально пастор, которому вообще не интересует, вот эта вот жизнь в соцсетях. У него там тысячи вопросов, откликов. И, знаете, это известный в Украине пастор. Я смотрю на него, думаю, блаженный ты человек. Вот тогда тебе вообще этот смартфон не нужен, по большому счету. А он влиятельный, он епископ, он, знаете, там куча церквей у него. А он вообще туда не заглядывает. У него секретарь, если они там все решают, такие вопросы. Я думаю, боже мой, вот это наша с вами жизнь сегодня. Мы хотим ответа от Бога, мы хотим помощи от Него, но слушать и слышать нам не хватает порой ни сил, ни времени, ни знаний. Поэтому сегодняшнее послание обо мне. Аллилуйя. Скажи, сегодняшнее послание обо мне. Дайте Богу славу. Аллилуйя. Давайте поднимемся. Спасибо, Иисус, за хорошую пищу, за свежий хлеб. Спасибо, Господь, за назидание. Спасибо, Иисус, за Твое послание жизни, за то, что Ты показал нам, как Ты ревнуешь о нас, ревнуешь о нашем сердце, ревнуешь о нашем будущем. Как Ты даешь сегодня нам, Господь, пересмотреть свое сердце и свое слышание, способность слышать, слушать, слышать Твой голос. Я прошу Тебя благословить сегодня нашу церковь. Церковь Эммануил – это церковь людей, знающих голос Божий. Церковь Эммануил – это церковь людей, которые знают своего Господа, которые умеют слышать и слушать, и слышать, и реагировать, поступать по Слову Божьему. Аллилуйя. Церковь Эммануил – это победоносная церковь Иисуса Христа. Дай Богу славу. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.